привет прямо с вами давно в эфир не попадала давно моей девочки не было в эфире мойка ты холодная такая девочка сколько мы принесли три-четыре штуки семья у нас большая собралась перед день рождением руслана ну что ты мне фильтр гоняешь туда-сюда кресло дизайнерское я добрая добрая ну как могу дать только работу закончила и тут очень классно так добрый день у меня сейчас семья очень большая очень большая сейчас все приехали собрались а мишка вон дверь ухлопает туда-сюда тоже хочет в эфир первую очередь мне говорите по звуку доча пришла мойка тоже соскучилась когда такое количество водорода все наверное бегают туда-сюда туда-сюда что малышка ты посидеть хочешь ну посиди моя лялечка посиди мое солнышко будущий блогер у тебя есть собака я понимаю а можно я проведу эфир а потом мы с твоей собакой разберемся вот посмотри иди сюда посмотри сколько народу идет как она отключается вот такая жизнь с этими дитями иди сюда им все вот вот а вот это моя маленькая шкода вот она моя золотуленькая моя сладушенька малышка на держи я пообщаюсь звук есть все отлично катюш зайди в кинотеатр посиди поиграйся там пожалуйста или хочешь ко мне в спальню войди на кроватке поваляйся если ты здесь сидишь то тихо тихо не получится она неожиданно она увидела что у меня картина с тигром она нашла кошку сейчас будет вот такой комментарий ну пока вы собираетесь итак я на самом деле хотела бы быстренько провести эфир связанный с полнолунием которое у нас придет но она вот так неожиданно случается это полнолуние вообще никто его никогда не ждет она раз в месяц и происходит ручка падает потому что уже вот здесь вот столичка листиков осталось в моих записанных тетрадях вот у меня будет несколько наверное сегодня эфиров потому что мне есть есть что сказать вот именно актуально на сегодняшний день ну для начала это счастье замечательная жизнь ну конечно у руслана завтра день рождения он там внизу устраивает весь фейерверк алёшка приходит мама почему сегодня вот так вот эту неделю такая история я говорю малыш он как большой нормальный человек перед своим днем рождения за определенный период времени проживает состояние это же тоже подготовка это же целый такой переход это же важная дата дата когда он сделал первый вдох в этой жизни и это его новая жизнь умер как плод но родился опять же если так брать он родился как человечек секундочку закрой дверь ты моя волшебница я тебя обожаю вечером сказку прочитаю тебе алиса в зазеркале вы думаете я буду читать не заново себе освежать потому что это ни разу не детская сказка и кстати там очень очень много эзотерических правильных вещей если кто читает поэтому осенька солнышко мое у нас есть не ответы на вопросы поэтому я не смогу тебе сейчас отвечать на это я сейчас говорю то что вам будет важно важно как подсказки важно то что будет тем или иным образом вам помогать из всего этого сырбора вселенского выбирать правильные определенные решения и так все ведь смешные такие ташт какие не смешные они иногда так посмотришь это себя шутом ощущаешь в этой всей истории ходит ходит сестры и зитья вот это же эфир сохраните солнышко я всегда сохраняю эфир у меня вчера в закрытой группе чуть не было аврала такой или чуть эфир не полетел или позавчера но у меня есть команда пишенька наш спас эфир жду и верю и люблю русланчик красавчик маленький мой вот кстати переходим полнолуние а вы знаете прекрасно то что полнолуние не случается просто так раз взяла ему случилось она всегда сама по себе себе это природно но энергия которая скапливается за последнее время она дает такие знаете штрихи к полету чтобы мы понимали чтобы мы знали что и как на что обращать внимание что делать в первую очередь делать для себя все сегодня увлеклись тем что начинают читать предсказания гороскопы вот это все где такие смены правительства кто виноват кто козел где война ли где все остальное все углубились когда это закончится когда это все будет ну очень часто в период времени и забирая свое внимание на внешнее внешнюю историю вытратит теряется себя и теряем время и внимание к себе здесь и сейчас в этой истории потом когда события проходят проходит сидишь и думаешь ушек тогда делала вот шоты в тот период времени а так почему ты вот в этот момент времени не использовала максимально правильно для себя, не перестроила свое сознание, не перестроила свое мышление, не перестроила, не подготовила себя к тому, что уже будет все по-другому. О том, что все будет по-другому, знаете, вы проснетесь, все будет не так, как прежде, но это везде слышно. Слышали вы это не за сегодняшний месяц, год, а вы слышали это давно, еще сначала перед пандемией. Мало того, это было еще задолго до того, как вообще слово мы услышали такое понятие пандемия. Но опять же, когда говорят, все будет по-другому, готовьтесь, делайте, хер там, пока, еще раз повторяю, гром не грянет, ни одна баба с мужиком не перекрестится, не обратить на это внимание. Поэтому каждый раз мы проживаем события, как будто бы вот мы ничего не знали, вот оно сейчас бабах и будет. Но мы уже, те, кто знает, какая ситуация, вот на ту массу информации, которую мы уже выдали много лет назад, два года назад, три года назад, год назад, неделю назад, мы на эту информацию уже думаем о том, что вы уже знаете, вы уже все понятливы, не надо десять раз повторять, страшилок устраивать. Вот мы накладываем энергию, которая здесь и сейчас происходит, и как она может на вас в данной ситуации либо повлиять, либо помочь, либо дать какие-то подсказки. И, опять же, вам решать, надо вам это или нет, вы, по крайней мере, сможете то или иной шаг сделать. Возможно, для кого-то прозвучит слово, фраза, та, которая его включит и вернет в состояние себя, и начнете разбираться, что делать лично вам, для себя, для вашей семьи, для всего остального. Так вот, опять же, возвращаемся к Русланчику. Буквально несколько дней назад, помните, я его выставила, вот такую фотографию была, да, в этот же вечер он у меня аккуратненько падает или что-то он делает, где-то он цепляется, я не знаю, чем. А, знаю, он зацепился памперсом за кроватку и долбанулся вот этой всей частью, прям, знаете, поцеловал пол. Ну, громко говоря, мужик перекрыстился. Ну, нормально, он же голову лбом, как говорится, попросили покраситься, он лоб расшибет. Так он не лоб расшиб, он расшиб вот эту себе часть. То есть губки у него были, как будто мы вызвали этого, к себе косметолога и ему голову рунку вот так накачали. Вот такой красавец, вот такие губищи, вот такая кровища и шок. Да, все случилось. Первое, как из этого сделать какие-то определенные подсказки. Очень все просто сделано. Это как раз он заставил бабу, бабулю, бабуля понимает, что такое, надо залезть и проанализировать, а потом перевести вам на русский язык, что это может обозначать. Энергия пошла. Вы знаете, противостояние вот эти папы, отцы и дети, папы и сына, да, Уран, Сатурн. Ну, вы помните, да, один кого-то там что-то сделал, второй ему яйца отрезал, ну, грубо говоря, это откопление сделал, и у них идет вечное противостояние между Сатурном и Ураном. Но мне больше здесь, знаете, какой факт поражает? Вы знаете, я всегда ремарочки делаю, да, говорю, это какой факт? Уран по своей сути, это революционер, все должно быть по-новому, все должно быть технологически правильно, а Сатурн сын его по стариночке, чтобы все было по закону, по графику, сам незаконное действие сделал, ну, такие, знаете, эмоциональные, вот, ну, ладно, все по графику. И вот этот отец, вроде бы старики, они должны по-другому там реагировать на ситуацию, он, наоборот, занавшество все. Так вот между отцом и сыном, вот эта война отцов и детей, она у нас проходит, не первый день началось, и еще где-то месяца полтора-два она будет вот у нас туда-сюда колбасить, либо по-старому, чтобы ничего не поменялось и было стабильно, либо, наоборот, революционно по-новому, но мы ни хрена не знаем, что там делать, как там будут, какие будут деньги, сертификации электронные деньги ведут, здесь будет криптовалюта, там будет доллар упадет, а вот сейчас все стабилизируется, доллар бомбанет, ну, то есть мы же дома в этих вещах, но мы должны понимать, что мы должны развивать свою грамотность в той или иной степени, но без фанатизма, не надо для того, чтобы что-то понимать, уходить сейчас на курсы брокеров или же криптовалютчиков, майнингом заниматься для того, чтобы сохранить или преувеличить. Особенно этим любят заниматься те, у кого просто зарплата, нету бизнеса, нету крупных каких-то обливаний и вложений. Конечно же, игра вот эта с этими вещами, она до хорошего не доведет. Вы слушайте, получайте, получайте знания, которые могут как бы кругозор вас расширить, а не то, чтобы вы пошли сейчас и полностью окунулись в эту сферу. Пока вы туда окунулись, а вам по судьбе или вообще по жизни вам это не интересно, вам интересно другое, вы прогуляли время, которое потратили бы на то, что вам интересно, что вы могли бы зарабатывать крупные деньги, делая то, что вам кайф, приносит вам радость. Вот, опять ушла немножко туда. Революция, вот эти все вещи, процессы происходящие. Так вот, опять же, возвращаясь к Руслану, разбил губу и вот эта вся история, которая происходит, я начала смотреть и анализировать всегда все, что мы делаем, открытие мы делаем через себя, через своих детей, через события, с которыми мы с вами столкнулись. Я начала анализировать, почему такая вся история произошла, что это для меня и как бы эту историю понять. Первое, что касается Руслана, понимаю, что, первое, ему уже два года, надо еще больше уменьшить количество нахождения его в памперсе. Памперсом же зацепился, но для этого нужно как-то сорганизовать пространство, помощь дочери. Охренительно попадается, ровно на следующий день няня, уже помощь в доме, уже будет быстрее и быстрее сходить с памперсом. Это понятно идет. Следующий момент. Ударился ртом, губами. Один из моментов был, я говорю, Руслан, ну хватит, давай пойдем поговорим посерьезно. Ну, а то что, это бы мне, ну, матерно он хорошо разговаривает, когда кого-то надо куда-то послать им. Вот, ну, поговорить. Пробила бабка эту зону своим вниманием. Ну, и самое главное, это следующее. Это хороший мне был намек, чтобы я правильно перевела вам, что ждать нам на это полнолуние. А полнолуние у нас, оно будет в Овне. А 9-го числа полнолуние в Овне. Овен, баран, который вот этот самый уперт, и все остальное, у него управитель Марс. Марс – это планета войны, буквы войны, это планета действия, которая заставляет нас, вот вы знаете, что сказал? Вот это Марс. И поэтому это полнолуние, оно такое очень сложное. И результат, кстати, вот то, что было. Полгода назад рождалась Луна в Овне, а сейчас она полная в Овне. Понимаете? Всегда нужно смотреть вот эти параллели. Как раз в году она новая Луна в этом знаке, и раз в году она уже полная Луна в этом знаке. Я сегодня не буду с вами разбирать урожайные, там все это сенокос, сеновал, осенние и все остальное полнолуние. Я сейчас с вами буду говорить о другом. Когда у нас полная Луна и находится в Овне, и сейчас это еще и перед коридорным затмением, который 25-го числа, 25-го октября открывается, вот, энергии, они концентрируются и очень сильно. Тем более, если управитель Марс, это все, что касается определенных действий. Но, надо посмотреть, вот это действие, которое привыкли мы начинать по-онбански, у нас оно еще немножко корректируется тем, что на самом-то деле Марс сегодня в гостях у близнецов, а близнецы это, охота, хочется сказать матерно, но опять не осуждать, это увеселители, которые очень говорят много, а говорить это не мешки ворочай, да, вот. И Марс, вот этот, знаете, такой весь воин стоит там, где собрались худенькие переговорщики, ну, те, которые, а надо посмотреть, концептуально вот этот момент, вот этот момент. Не, но если мы сейчас вот это, садятся между собой пиарщики, там, что-то разбирают, какую-то историю, а этот бедный стоит воин, не знает, что делать, кого слушать, в этом какой-то момент хоть сказать, сказали, пойдемте, сделаем, вы же сказали, надо морду набить, пойдемте морду набить. И вот такая энергия, она сконцентрировалась сейчас в этом моменте. И вы можете это наблюдать, то, что происходит в мире, в событиях. Когда вот близнец в этот Марс, планета, энергия планеты в действии, которое должно быть, находится в близнецах, он малоподвижен, но много думающих. У него от этих думок всего, что происходит, у него уже энергия кипит. Это, знаете, как говорить, говорить, надо сходить пописать, да, говорить, все говорят, а Марс понимает, надо просто пойти и пописать. Вот это из этой серии. И что происходит? Он бушует, энергия его, она как бы в рамках, он же в гостях у этих переговорщиков, да, находится. И у него, знаете, пара из ушей. Вы заметили, что именно это время. Вот этот пар из ушей, он по всей земле распространяется такими природными стихиями. Просто у нас же новость сейчас показывает только одно событие, один событийный ряд, но не показывает, как это природа бушует, а природа бушует офигеть как. Там у нас происходит землетрясение, тут у нас наводнение, там у нас вулканы ушли, тут ураганы вырезвятся. Ура! Наш Марс там пока на переговорах находится, а он на действия прет из его ушей. Вот. И вы заметили, что очень много катастрофических в истории природного характера происходит на земле. И мне всегда хочется сказать, вы что думаете, вы природу хотите обмануть? Вы хотите, что своими действиями, там, вот этими пих-пафками сделать хуже, чем может сделать природа? Нет. Нет. Она может сделать хлеще, круче и вот залакировать это все в один тон. И она сейчас это делает. Но я все жду пока, конечно, наблюдая, как энергия Марса развивается, вот, в Близнецах. Это у нас еще до 23 марта. В рыбешке он там перейдет. Вот. Ну посмотрим. Давайте мы смотрим опять же полнолуние. На это полнолуние. Концентрация энергии достаточно мощная. В этот период времени очень захочется, знаете, как сказать, что-то сказал-сделал. Очень быстрые какие-то действия. Но с учетом того, что переговорщики, это же люди медленные. Они же никак договориться не могут. Они создать форму переговоров по плану еще не могут. Пошли туда просто Марса в овне. Мой Марс в овне. Ну, те, у кого Марс в овне, в овне. Ведите себя прилично. Чуть-чуть потише. Угу. Вот точно можно где-нибудь залезть не туда, куда надо. Поэтому писать в эфир и выходить можно. Очень хочется. Вот реально уже не понимают по башке дать. Вот хочется вот тык. Вот поэтому. А этого делать не надо. Поэтому смотрите. Подсказка самая большая, которая может быть в этой полнолунии. Смотрите, что происходит вокруг вас. А особенно, когда вы. Вот сейчас это как никогда актуально. Идете такие. Так, мне срочно переговоры. У меня сейчас подписание договора. Мне это надо делать. Все-все-все. Я вся прям собралась. Вещечки, каблучки надела. Все. И пошла. Только выходить из дома. Хренок. Идешь, а у тебя стакан бьется. А у тебя колготки прям в стрелочку поехали. Да. А еще там стеклышко в ножку зашло. Вытащить надо. Кровушка пошла. Да. Сидишь и думаешь. Блин, что делать? У меня там переговоры срываются. Все остальное. И бегом бежишь. Меняешь колготки на брюки. Там делаешь. Кровь там залепила. И опять выходишь. Да. У тебя была сейчас подсказка. Остановись. Просто задавай вопрос. Куда я сейчас иду? Зачем я сейчас иду? На что мне обратить внимание? Что сделать? Перевожу как подсказку. Подумаешь, какой контракт? Что он тебе даст? Зачем этот договор? Какую работу ты будешь потом выполнять? Какие будут условия? Будь просто внимательной. Меньше говори, больше слушай. Какие будут нюансы? Внимание направь на междустрочья. Следующий момент. Какая будет финансовая сторона вопроса? Возможно так, что сейчас в этой всей истории обязательно форс-мажор напиши. Потому что форс-мажор может быть любой. Это то же самое, когда у тебя машина застрахована на 100%, но она у тебя не застрахована от града. Понимаете? Некоторые люди платят по полмиллиона в год за то, чтобы машину не угнали, не поцарапали, ничего-то не сделали. Но от того, что небо закидает ледышками, не застраховала. Вот тебе и минус машина. Вот. То есть просматривайте форс-мажор. Просматривайте ситуацию развития по времени, когда договоренность, какие будут ответственности. То есть любое событие, которое может происходить, оно может вам говорить, проанализируй, куда ты идешь, что ты делаешь, обрати на это внимание. Вот. Понимаете, да? Следующий момент. Это подсказка. Вот такие подсказки, они включаются, он установал у нее с 8-го числа и будут где-то продолжаться до конца коридора затмений. На что нужно обратить не особенно до 25-го числа. Коридор затмений у нас будет отдельная программа, там будем подстраховываться уже по-крупному. Дальше что может происходить? Позвонила вам мама. Говорит, доченька, ты слишком долго мне не звонишь, а ты о чем думаешь, то-то-то. И вы хотите сказать, мама, я же сейчас работаю, или мама, ну ты пойму. Не надо. У меня телефон сразу включает, мама звонок. Я же сейчас в таком состоянии нахожусь. Тебе не понять, ваши годы были совершенно по-другому. Если в этот момент вы только хотите что-то сказать, а у вас, а, и щеку прикусили, а, там заклинило, что-то вот начинается там происходить, ну, вплоть до того, что, говорю, мама, подожди, раз, укусили ногу. Ну, вот это-то многие что-то делают. Подсказка. Прикуси язык. Выслушай, дай высказаться. А потом скажи, я обязательно поставлю в график, мамочка, я посмотрю, когда мне будет удобно, и тебе будет удобно, и я тебе позвоню. Но есть такой попадос. Если вы сказали, сделайте. Обязательно сказали что-то, пообещали в этот период времени, сделайте. Просто так, вот так вот взять, выстрелить словом не получится. Стрела долетит, и она сделает вот такой круг, и 25 октября долетит до вас. Может быть, в задницу, это очень хорошо, там мяса много. А может быть, и в другое место, там больно будет. Вот. Поэтому такие вещи. А еще из серии. Просто себе скажите, если я что-то ляпну, захочу ляпнуть неправильно, и что, я не смогу за что-то ответить, пусть у меня типом на языке вылезет. И не обижайтесь, если у вас язык, отек, да, и вы не можете ничего сказать. Подсказка хорошая от Вселенной? Хорошая. Помощь хорошая от Вселенной? Хорошая. Режете, шинкуете капусту. Поверьте мне, в этот момент времени, если думаете, что муж такой дурак, он вот это делает, или там, куда он собрался, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Что, кто нас защищать будет, если все в эту Турцию уехали? Ну что, бабы, мы встанем, будем там... Ну, понимаете, вот это все. Думайте, и как керанули себе по пальцу. Аккуратнее. Не все люди любят квашеную капусту с кровью. Не надо. Аккуратненько. Вот. То есть, это опять же знак. Поменяйте мысли. То, что вы сейчас думаете, это не о том. Поэтому в этот момент времени очередную подсказку вы получили. И вот все, что будет происходить, зацепились, ударились, каким-то... Ну, все, что связано с вот этими острыми болями, ну, то марсианским таким, да? Либо шли-шли-шли, и кто-то там взял вас, этот, ну, там, рогаткой выстрелил, да? Ну, в мягкое место, дай бог. Вот. Начните об этом задумываться. Почему? Потому что, еще раз повторю, все, что вы скажете на отмашь, либо кому-то что-то пообещаете, либо себе тем более... Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Говорить лишь... Да, Хадуева? Слишком много. Говоришь. Вот. Ладно. Иногда просто солнце светит. Вот. Вот. И получается, вот то, что вы говорите, вы за это несете ответственность. То есть лучше не говорите, лучше подумайте. Марс сейчас тоже вынужденно сидит в близнецах, он тоже слушает это все, у него голова кипит, но активно в действии, он понимает, любые активные действия, которые вы сейчас начнете делать, они просто-напросто могут привести не туда. То есть суета, сует, мероприятия, ради мероприятия. А вот на выхлопе ничего. Иногда нужно вот собрали, остановились, выдохнули, и поступательно-поступательно это все делаете. Весь этот период до затмения. Вот. Подсказки на полнолуние вам получены, те, которые можно получить. И дальше уже сами смотрите. Я не делаю вам подсказок по всем... Ну, не подсказок, а вот не комментирую вам все, что можно было бы сказать. А Луна там будет, а Луна там будет, все остальное. Не буду говорить, чтобы вас не запутать. Моя задача сейчас сконцентрировать на хотя бы вот одном типе подсказок, для того, чтобы хотя бы вот это и это важно. Вы грамотно прошли. Сейчас я посмотрю, какие я подсказки писала для себя, для того, чтобы написать статичку. Я пишу всегда как. А, полнолуние вовне начнется, и потом в новолуние, в скорпионе отвечать придется. А еще есть в какой-то момент времени. У вас будет такое состояние, когда вы будете имитаться, не знать, что сделать, сразу просто возьмите паузу. Немножко замедлитесь. Вот в этой паузе как раз то, что я вам рассказала, на деталях это будет сделано. Так что это я сказала, не надо мне. Сказала, сделал, тоже сказала. А еще из моментов, я очень люблю такое выражение, ну понятно, кто будет читать, не поймет, не уверен, не обнимай. Жениться потом надо будет. Поэтому вот здесь то же самое. Давать какие-то обещания, да, я тебе буду верна, или я буду тебе верен, мы поженимся, все остальное. Сказали, придется сделать. Не сделайте это, ну понимаете, в это фиксируются. Эти же сидят, энергия близнецов Марса там, да, и они что-то сказали, он сказал, зафиксировать. Сказали, зафиксировать, ну хотя бы вот таким образом. Он не дает ему действовать активно, так мощно. Ну, по крайней мере, он записывает все, чтобы потом спрашивать. А спрашивать он любит. Ой, как любит. Вот, это я сказала. А, и еще, есть такой один из нюансов. Знаете, как бывает, все, с этого дня я сажусь на диету, с этого дня я там начинаю в зал ходить, с этого дня я не читаю новости, с этого дня я не смотрю телевизор. Вот сказали себе, хотя бы до конца коридора затмений вы помните. Потому что, если вы это нарушите, нарушите, то, вот, знаете, как это, как бы бабушка говорила всегда, недоеденная картошечка будет за тобой бегать постоянно, ночью придет. Вот это то, что мы. Знаете, да? Нам этого лучше не надо. И еще, одни из таких... Вот смотрите, обычно, как говорят, когда астрологи делают разборы, они говорят, все знаки Земли, там, козерог, телец, дева, у вас будет то-то, все знаки воды, у вас будет то-то, все знаки он. У меня же как все и по нестандартному. Я понимаю, что, во-первых, всем, у кого Марс, у меня обратите внимание, потом, где он там, Марс в Близнецах и Марс в Скорпионе. Вот там, у кого он в натальной карте, обратите внимание. Так же, как и мне, нужно чуть-чуть поаккуратнее быть в своих решениях. Хотя силы будут бешеные. Вот силы будет столько, что вот сейчас министры обороны меняют, я готова. Ну, то есть вот так. Ну, какие последствия, не знаю. Это путь Джан Дарк не интересует. Ее потом сожгли. Ладно. А когда я разбираю, у меня не получается, так как у них все разделить по знакам и стихиям. Поэтому, так как я посмотрела, вот именно на что может повлиять или что важно, это бета-полнолуние на знаке зодиака, могу сказать следующее. Первое, я скажу, Овен, Близнец, Скорпион, вот немножко притормозим, давайте все медленно, аккуратненько, у нас все и так быстро. Все хорошо будет, чтобы потом не считали шишки и на своем теле болезненно будет. Для знаков могу сказать, на что обратить внимание. О, Лев, Стрелец и Весы. Два огненных знака. И тут воздушный значок. Стрелец, Весы и Лев. Обратите внимание, с этого полнолуния будет такая история, что как будто бы у вас удача будет. То есть, кого-то на должность назначат, кому-то знакомство будет такое очень важное, где вы можете договориться, сделать такой союз, который принесет успех, удачу, ну, если так говорить, сейчас многие говорят, нельзя удачу привлекать, потому что это будет проклятие. Госпожа Удача, Сознышко Богиня, мы тебе тоже любим. Вот, поэтому, Стрелец, Весы и Лев, у вас будет энергия в это полнолуние, она дано будет как раз и усилиться в коридор затмения. Мы-то будем работать, участвуйте. Вот, когда у вас прям люди будут подходить ровно те, с которым важно вам сделать то дело, которое вы собираетесь сделать. Помимо этого всего, вот экстрасенсорные, интуитивные понятия, они вам будут категорически необходимы. И, знаете, вот когда после этого фильма секрет притяжения, сила притяжения, вот вам нужно притягивать к себе все положительное, прямо с запросом. Сели, день, и делайте. Ну, вот такая вот у вас энергия. Почему мне это все время волосы подвигаются, раздражают меня? Вот, дальше, водолей, ракушка и рыбка. На что вам обратите внимание? А, у вас будет такая история. Смотрите, вот вы участвовали в каком-то там большом проекте с людьми. Много было людей, вы что-то там делали, все общее, как я говорю, коллективное, подсознательное, надсознательное. Вот вы что-то делали, были в каком-то общем процессе. У вас будет энергия, когда вы будете понимать, что, а вот это направление я могу сделать самостоятельно. Да, с благодарностью, с уважением вот к этому всему, тому, где я проработала в коллективе, но вот это я могу еще делать самостоятельно. И это будет очень круто. На это есть у вас как раз спинок под зад. Вы можете делать единоличное направление. Несмотря на то, что в эпоху водолея нужно коллективно мыслить, коллективные действия делать, иногда бывают периоды, когда можно коллективно вкладывать из единоличного. Вот у вас как раз вот этот период времени подумайте и наделайте. Вот это возможно. А то, что касается коллективного, это мы все занимаемся. В копилку хроники Акаши в энергоинформационное поле должны вкладывать иные вещи. В хрониках Акаши сейчас будет эффект на тему как раз вот этого, более расширенной. Следующий момент. А вот здесь совпадение. Все знаки Земли. Телец, дело и козерог, козерог, а к себя забыла. У нас эта полнолуния может дать такую картину. Знаете, есть иногда долго-долго чего-то ждешь. Вот у меня есть один проект, который я четыре года делаю. Есть один проект, который я делаю уже больше десяти лет. Есть проект, которому двадцать с лишним лет. И вот в этот период времени как раз есть возможность завершить, хотя бы один из них, завершение какого-то такого долгоиграющего проекта и долгоиграющей ситуации. Можно сказать так, это как освобождение. Вот выпустили на волю, смотришь, ах, фиг с ней, что события, солнышко светит. Вот возможно, как будто бы из того ограничения, из того состояния изоляции, даже если вы были с народом, на изоляции души, вот энергия полнолуния в овне может дать нам вот этот скачок и вот этот выход. Не выход из себя, а выход уже в новые реалии, в новые действия, в новый проект, который мы можем себе только сделать или позволить. Поэтому, любимки мои, полнолуние девятого числа в овне, это как завершение новолуния в овне, которое было у нас полгода назад, кульминационный такой этапчик мы прошли. И это колоссальная подготовка к тем затмениям, которые будут, с учетом того, что идет нехилая разборка между папой и сыном, Сатурном и Ураном. Один революцию и новое, другой сохранение всех рамок старого. Мы это проживаем, мы проживаем каждый внутри себя и можем сотворять это, делая у себя лучше вкладом туда. в случае глобальной необходимости, я думаю, мы все примем глобальное определенное участие в том или ином виде. Мы все соучастники всех событий. Поэтому вперед с песней, держимся, смотрим, помогаем друг другу. Люблю, целую. Как всегда, подсказки от недоустроил Гафатима Ходуева. Спасибо. Спасибо.